Подмосковье у делового центра обнаружили памятник вору в законе Шишкану. В подмосковном Раменском оперативнике обнаружили бюст вора в законе Олега Медведева, Шишканова, известного как Шишкан, в образе конкистадора, расположенный при входе в деловой центр. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает Росболт. Участник организованной преступной группировки ОПГ, возглавляемой Шишканом, объяснил оперативникам, что их лидер считал себя теневым хозяином Раменского района и попросил скульптора, который принимал участие в строительстве торгового центра, сделать памятник, запечатлев авторитета в образе конкистадора. Так у входа в здание появилась арка с его бюстом. Следователи продолжают расследовать уголовное дело в отношении вора в законе. Шишкан был задержан 15 июля 2019 года. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, статья 210,1 УК РФ, и причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи. Ранее сообщалось, что следователи изучат причастность вора в законе к убийству Евгении Саенковой, любовницы бывшего главы Раменского района Московская область Андрея Кулакова. Криминалисты восстановили удаленные сообщения в телефоне убитой и обнаружили угрозы от абонента, записанного как Шиш. Следователи предполагают, что это может быть вор в законе Шишкан. Кто такой вор в законе Олег Шишкан? Олег Николаевич Шишканов, он же Михайлов, родился 19 июля 1964 года в Раменской Московской области. Российский криминальный авторитет, вор в законе, 1992. Клички Шишкан Олег Раменский. Олег Шишканов, родился 19 июля 1964 года в Раменской Московской области. В 1982 году, в возрасте 18 лет, он был осужден за убийство и изнасилование. Как установило следствие, Шишканов с друзьями изнасиловали, а затем убили девушку. Чтобы скрыть следы преступления, труп сожгли. Когда Олега Шишканова арестовали, молодой человек взял всю вину на себя, подтвердив это и на суде. По слухам, которые ходят в криминальном мире, 18-летний Шишкан на самом деле якобы не участвовал в этом преступлении и совершил благороднейший поступок. Взял на себя вину за авторитетных старших коллег, чтобы они остались на воле. По совокупности обвинений он получил 10 лет. Отбывать срок его отправили в одну из колоний Мордовии, где он познакомился с авторитетом Вячеславом Жигуновым «Жогун». За 10 лет лагерей Шишкан закалялся в самых суровых советских тюрьмах, Мордовском Дубровлаге, Владимирском Централе и Чистопольской тюрьме особого режима. Везде он соблюдал воровской кодекс, став в конце 80-х годов, за несколько лет до выхода на волю, смотрящим от воровского мира ВТК-11 Дубровлага. Этому не помешала даже статья Шишкана за изнасилование, которая считается наиболее презираемой в криминальном мире. В 1990 году Жигунов вышел из тюрьмы и начал готовить почву для триумфального возвращения Шишканова в Московскую область. Ему удалось заручиться поддержкой нескольких местных банд и договориться с известными ворами в законе о коронации Шишканова. Когда в 1992 году Шишканов освободился, воры в законе Шакро-молодой, Шакро-старый и Глобус решили его короновать. На воровской сходке в московском гостиничном комплексе Измайлова, 28-летний Шишкан стал вором в законе. При коронации ему дали кличку Олег Раменский, хотя в криминальном мире его продолжили называть Шишканом. Новое положение Шишкана позволило ему взять под свой контроль большую часть фирм в Раменском, Жуковском, несколько предприятий в Москве. Свободное время Шишкан любил проводить в парке имени Горького и в ресторане «Малышок», где часто бывали и некоторые руководители массобладминистрации. Благодаря Шишкану Вячеслав Жигунов стал своего рода официальным представителем Раменских, участвовал в крупных городских мероприятиях, играл за сборную ветеранов футбольного клуба «Сатурн», устраивал выступления известных артистов в клубах и на концертных площадках. Шишканов и Жигунов были неравнодушны и к спорту. В частности, вор в законе посещал все матчи футбольного клуба «Сатурн», одно время даже считался негласным хозяином этого клуба. Как заявлял сам Шишкан на одном из допросов в Ропе Москвы, в 1998 году при его поддержке «Сатурн» попал в высшую лигу. В 2005 году Жогун умер от сердечного приступа. Шишкан стал теневым хозяином Малаховского мясокомбината, племзовода «Раменское», «Теплицы», «Раменское» и других компаний. В 1997 году, стараясь избавиться от воровского шлейфа, Шишканов поменял фамилию на Михайлов. В 1999 году сотрудники РУБОП МВД РФ провели обыск в доме Шишкана в деревне Первомайка Раменского района Подмосковья. В ходе обыска были изъяты оружие и боеприпасы, а также крупные суммы денег. Так, в картонной коробке с лаконичной надписью «Банк города Бруклин» сыщики нашли 1,2 миллиона долларов и 3 миллиона рублей. Однако самого авторитета дома не оказалось. По данным оперативников, он тогда успел скрыться в Испании. РУБОПовцы искали Шишкана, чтобы узнать о разбоях, грабежах и убийствах, которые совершали его подопечные из Раменской ОПГ с 1992 по 1997 год. В своей вотчине Олег Шишканов создал группировку, которая была жестко структурирована. Каждое подразделение отвечало за контроль над своей территорией. В Россию Шишкан из Испании вернулся в 2009 году, чтобы проститься с легендой, которой он поклонялся в молодые годы, вором в законе Вячеславом Иваньковым-япончиком. Примечательно, что на тот момент они состояли в противоборствующих кланах. Через год после возвращения Шишкана в Россию против него было возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов, найденных в его доме оперативниками еще в 1999 году. Однако информации полицейских и собранных ими тогда доказательств, обнаруженных в его доме оружия и боеприпасов, оказалось недостаточно для передачи материалов в суд. В 2012 году Шишканова подозревали в причастности к убийству депутата Раменского района, предпринимательницы Татьяны Сидоровой. Шишканов имел с ней совместный бизнес. С каких-то пор сотрудничество между ними расстроилось, у сторон появились многочисленные претензии друг к другу. До уголовного преследования Шишкана дело так и не дошло. Шишкан также известен тем, что во время споров и конфликтов между крупными мафиозными группировками он старался придерживаться нейтралитета. 17 ноября 2017 года Шишкан тогда засветился в числе почетных гостей на праздновании 50-летия доктора юридических наук, криминального авторитета Дмитрия Павлова Павлика. Празднование юбилея завершилось перестрелкой людей Павлика с охраной жилого комплекса Москва-Сити. В середине августа 2018 года Шишкан стал главой российской мафии. Он заменил главного мафиози России Захария Калашова, Шакро Молодого, в качестве держателя главного общака, на время, пока Шакро Молодой отбывает срок в колонии. Выборы шли с января 2017 года, когда всем стало понятно, что Шакро выйдет на свободу не скоро. Полтора года в криминальном мире неспешно шли переговоры и консультации по кандидатам. В итоге победил лидер Люберецкой ОПГ, вор в законе Олег Шишканов. Именно он должен будет распоряжаться всероссийским общакам, решать спорные вопросы, возникшие между мафиозными кланами и отдельными ворами в законе. Коронацию Шишкана организовал вор в законе Михаил воеводин Михаил Лужнецкий. Кроме него поприветствовать нового криминального короля собрался узкий круг соратников Шишкана Василий Христофоров, Вася Воскрес, Дмитрий Чентурия, Мирон, Алексей Петров, Петрик, Сергей Аксенов, Аксен, Бадрика Гуашвили, Бадри Кутаиский, Кахабер Парпалия, Каха, Элгуджа Туркадзе, Гуджа Кутаиский, Мираб Гогия, Мелия. На воровской сходке также было решено, что подручными Шишкана по контролю за общаком станут нижегородский вор в законе Вася Воскрес и Мелия. По некоторым данным, именно поддержка Мелии помогла Шишкану взойти на главный воровской трон. Как отмечают эксперты, между собой их познакомил Шакро. В деле об убийстве любовницы российского чиновника появился вор в законе Шишкан. Следователи изучат причастность вора в законе Шишкана к убийству Евгении Исаенковой, любовницы бывшего главы Раменского района Московская область Андрея Кулакова. Об этом в среду, 10 июня, сообщает Росболт. По данным издания, криминалисты восстановили удаленные сообщения в телефоне убитой и обнаружили угрозы от абонента, записанного как Шиш. Сейчас следователи устанавливают его личность. Предполагается, что это может быть вор в законе Шишкан, который считается теневым хозяином Раменского района. Шишкан был задержан 15 июля 2019 года. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, статья 210,1 УК РФ, и причастности к похищению и убийству Раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи. Исаенкова была сотрудницей общественной палаты Раменского района. Она пропала в ночь на 2 мая 2019 года, на следующий день ее тело обнаружили в ее автомобиле. По предварительным данным, женщина была задушена руками и предметом из ткани, колготками или платком. В ее убийстве обвиняют бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Он убьет Андрея, а потом и меня. В деле о расправе над зампредом Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой появился вор в законе Шишкан. Следователи сумели восстановить удаленные сообщения из смартфонов зампреда Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой, убитой при загадочных обстоятельствах. Среди них оказались угрозы от некоего абонента, записанного как Шиш. В связи с этим будет изучаться версия о возможной причастности к преступлению негласного хозяина Раменского района вора в законе Олега Шишканова, Шишкан, который находится под стражей по обвинению в других убийствах. Дело об убийстве Исаенковой стало уникальным, поскольку в его рамках впервые в России официально был проведен взлом айфон самой Исаенковой и экс-главы района Андрея Кулакова, который и обвиняется в убийстве. Изначально в материалах дела было указано, что взлом будет проведен с помощью экспериментального оборудования. Сейчас стало известно, что это за оборудование, паяльная станция, микроскоп и программатор. Извлекать содержимое айфон с помощью паяльника научились в Челябинске, где и была проведена экспертиза трубок. И она оказалась действенной. Специалистам удалось получить доступ не только к содержимому смартфона, но восстановить удаленные сообщения в мессенджерах. Некоторые из них привлекли внимание следствия. Например, некий абонент, обозначенный как Шиш, написал Исаенковой следующее сообщение. Дура. Меньше чем матерное слово, больше чем. Всю жизнь не пробегаешь. При этом видно, что у Евгении эта угроза вызвала очень серьезное опасение. Она потом написала знакомому, если бы он захотел, он бы все остановил. И всех бы убил. Начал бы с Андрея, а потом и за меня бы взялся. Наверное, так и будет потом. Собеседник в ответ интересуется. Может тебе помощь нужна, тебя ищут. Сейчас устанавливается, кто были собеседники Исаенковой, особенно тот самый Шиш. Шиш. Обозначение этого человека в телефоне женщины совпадает с началом фамилии вора в законе Олега Шишканова Шишкан. Он вплоть до ареста был теневым хозяином Раменского района, прекрасно знал всех местных чиновников. Согласно показаниям свидетелей, они вместе устраивали посиделки с шашлыками. А слово «нет» не воспринимал. Именно за отказ Шишкану была убита вместе с семьей гендиректор племзавода Раменская и районный депутат Татьяна Сидорова. За организацию расправы над женщиной и ее близкими Шишкана отправили за решетку. Сейчас изучается версия о возможной причастности вора в законе к нападению на Исаенкову. Среди удаленных сообщений, которые привлекли внимание следователей, оказались и послания от Кулакова. Как-то экс-глава района написал возлюбленный, «Исчезни, пока я не принял радикальных мер». Было установлено, что подобное Кулаков адресовал Исаенковой после очередной ссоры. Однако потом они помирились и продолжили встречаться. Согласно показаниям секретного свидетеля по делу, 6 июля 2019 года Кулаков встречался со своей любовницей Евгенией Исаенковой. У них возникла ссора, в ходе которой женщина призналась в интимной связи с несколькими другими мужчинами. Разозленный Кулаков в порыве ревности якобы задушил Евгению. Чтобы скрыть улики, он переодел тело в спортивный костюм, а затем положил его на пол у заднего сидения автомобиля жертвы. При этом, как уверяет секретный свидетель, Кулаков будто бы уверял, что его не посадят за это преступление, так как он сумеет выкрутиться. Сам Кулаков категорически отрицает вину и заявляет, что в ночь убийства Исаенковой спал дома. Эти показания подтверждает жена экс-главы района. Консьержка в подъезде Кулакова также уверяет, что в ту ночь никто не выходил. Камер наблюдения в подъезде нет. Экспертиза кольца, крестика и часов, находившихся на Исаенковой в момент ее убийства, выявила частицы кожи Кулакова. Однако определить, когда они появились, возможным не представляется. На телефоне, который был с собой у Исаенковой, обнаружен отпечаток пальца. Он не принадлежит Кулакову, сейчас правоохранители пытаются установить, чей это след. На белье погибшей есть два следа от рук экс-чиновника, как будто он пытался его снять. Но опять же, время появления отпечатков установить не представляется возможным. На двери машины жертвы оказался след от ботинка. Но эксперты не смогли определить, какая это обувь и кому она могла принадлежать.